Где лучше рожать? Дома, в воду. Ну как, как, скажи, как дольмена? А, это для широкого круга читателей, да? Да. Ребёнок однозначно должен родиться дома. То есть процесс рождения, он такой же интимный, как процесс зачатия. Мы же не зачинаем в больнице, да, извините за грубость. Это продолжение того же самого процесса. Это всё очень интимно. Это зачатие, потом беременность. И рождение ребёнка, оно должно происходить только у мужчины и женщины вдвоём. Ребёночек должен рождаться на руках у отца. Идеально, конечно, в воду рожать ребёнка. Но если нет возможности в воду, то отец принимает ребёнка на свои руки. Это идеальный вариант рождения для человека. В роддоме обрезается очень много энергии при рождении. Там даже не рождение, это какая-то медицинская манипуляция какая-то, а не рождение в роддоме происходит. Поэтому я даже не знаю, как можно роддом для рождения ребёнка рассматривать. Не могу про это говорить, потому что мне кажется, что все уже понимают, что рожать можно только дома и только рядом с любимым человеком. У нас специальные люди находятся в роддомах, которые закрывают, блокируют себя. Но сейчас дети начали рождаться, которые невозможно заблокировать. Да, сейчас, конечно, сильных личностей очень много рождается. И в том числе они умудряются и в роддомах рождаться. Они сонастраивают программу, то есть квантовое поле и реальность под себя формируют. И таких личностей уже достаточно много. И они умудряются и в роддомах тоже рождаться. Но опять же, если родиться в роддоме, обрезание пуповины идёт, обрезание... Ну то есть все вот эти манипуляции, которые производят... Он в своём живом пространстве. Конечно. Он в этой точке для него открывается информационно. Чего он будет в роддом бегать, чтобы пообщаться с этим пространством. Да, есть эффект импритинга, он у всех абсолютно живых существ. То есть когда рождается живое существо, оно запечатлевает то, что видит впервые. Да, вот первый раз оно вот открыло глаза и увидело. И это для него будет нормой. То есть он это воспринимает за то, что это так и должно быть. Что видит ребёнок в роддоме? Врачей в белых халатах и белые стены? И медицинские инструменты? А что должен видеть ребёнок? То есть вот этот вот эффект импритинга, биологами открытый. Если, допустим, родится цыплёнок, и у него с ним рядом будет утка, он будет считать, что утка его мама. То есть точно так же ребёнок рождается в роддоме, он считает, что мама – это врач в халате. И поэтому очень часто дети потом не понимают своих родителей. Они их не слышат, у них не открывается вот этот инстинкт. Инстинкт понимания и любви родителей. Если ребёнок родился дома, это прям вот будет как веточка у дерева. Он будет родителей прям с полуслова понимать, он будет мысли читать, если ребёнок дома родился. Этот ребёнок, он будет настолько папе-мамин и ничей больше. Никакая система его сломить не сможет. Потому что для него вот мир – это папа с мамой. А те дети, которые в роддоме родились, они уже на какой-то процент системные. Потому что система для них мама. То есть вот этот импритинг, эффект импритинга, они видят человека в белом халате, инструменты и стены белые. И они воспринимают это как норму. То есть это уже он сделал первый шаг в рабство, этот ребёнок. Его легко будет сломить потом со временем. Легче, по крайней мере, того сломить будет, чем ребёнка, который родился дома. Попробуй, Лёдечку сломи. И вот там ко мне переедешь. Потому что ребёночек родился как надо. Да? А роддомовского ребёнка, его потом достаточно, ну не то чтобы легко, но гораздо легче сказать ему, что надо делать так, надо сидеть или надо там маску одевать, надо то, надо это. То есть первый шаг и очень огромный в рабство делается именно в роддоме.